То, что касается гражданских дел, мы опять же говорим о том, почему мы, естественно, не имели. У нас по статистике почти 5000 обращений за предыдущий год. В суд из них 87% вынесенных решений. Исковые требования были удовлетворены по итогам рассмотрения дел в суде. А еще 12,5% граждан получили то, что они хотели в процессе рассмотрения дела. Либо им были установлены те неполадки, с которыми обращались, либо выплачены те денежные суммы, которые они хотели взыскать и тому подобное. Вопрос о том, доверяем граждане или нет Держинскому суду. У нас за этот квартал, только первый квартал, рост количества дел 40%. Потому что если мы в прошлом году за это время тысячу с небольшим приняли, то в этом надо уже больше 1400. И основная проблема сейчас, которая есть в суде, это у нас борьба граждан только через суд со страховыми компаниями. То есть каждый из нас, у нас в день ежедневно в среднем 10 человек подает иски к страховым компаниям. Вопрос вот, где наши федеральные службы, которые должны надзирать за их деятельность. Вот эта статистика, когда они делают оценку через аффилированные с ними структуры, оценочные, и те дают ущерб, который реально составляет 40-50% от реального ущерба, который действительно с ним не имеет места будет. В результате чего у нас граждане вынуждены проводить самостоятельную потом оценку, потому что они знают ту сумму, которую предлагают выплаты страховой компании, что даже дядя Василий на рожане сделает, машину не отремонтирует. Сейчас таких исков стало очень много, в связи с тем, что у нас закон предоставил гражданам возможность подавать эти иски по месту своему жительства, а не по месту нахождения ответчика. Раньше это у нас прерогатива, в кавычках, была только Нижегородского районного суда, потому что почти все страховые компании, как и банки, на их территории расположены. А сейчас это все уже здесь у нас. И поэтому нужно отметить, что, например, когда приезжают юристы из Нижнего Новгорода, то могу сказать, что реальная ситуация – это те посетители, от которых регулярно поступают благодарности с учетом работы в сравнении судов нашего и Нижегородских районных судов. Сроки рассмотрения, рассмотрение как по срокам, так и непосредственно в те времена, приближенные, то есть нам приходится по 3-4 часа ждать начала судебных заседаний, и у нас жесточайший контроль за непосредственно сроками изготовления решений. То есть неизготовление решений в 5 дней – это, скажем так, объяснение судей на оперативных совещаниях, почему закон не исполняется. То есть в данном случае причина, что у меня большая нагрузка, она не рассматривается. Ну, может, зато и поэтому у нас заместитель по гражданским делам Виталий Тихонов из-за лучших заместителей в области в каком-то году в 19-м году. А вот со статарной компанией – это в основном автомобилисты или нет? Да, абсолютно большинство – это проблемы с автомобильными. То есть там изначально идет взмещение ущерба, строго математически просчитано, о том, что они выщипывают, сколько каждому пойдет суд, кто вот этим созданной антирекламой, которым не поймут, о чем основано, что бесполезно, скажем так, идти в суд, там будешь лидиться годами. Ну, у нас вот по статистике, мы в итоге проводили, 87% дел рассматривается к вечному сроку, если не это интересно. А чаще всего решений в пользу листов? Да, почти все. Ну, вот я вам сказал, что проценты вот 87% удовлетворяются, то есть из того, что выносит решение, плюс еще часть заканчивается 12,5% мира, мы получаем, которые стали входит в суд, соединили судебные разбирательства. Ну, нужно сказать, что объективно существует статистика о том, что если граждане не чувствуют себя правильным в каком-либо споре, то в суд, в принципе, они не входят. Вот если, опять же, за 12-й год взять статистику, почти 4,5 тысячи вынесенных решений, из них с отказом удовлетворения иска 512, все вышло. То есть это 13% отказывается удовлетворения иска. Насколько доступны постановательные удачи в суд? То есть люди, несведущие, в университете не в праве, они могут без юриста, как-то, без адвоката вообще попытаться... Теоретически, да, то есть то, что зависит от нас, ну, будем говорить так, что если мы говорим про сайт, который мы постоянно пытаемся туда как можно больше информации разместить, то у нас по посещаемости в области 5-й сайт, просто у нас там областной суд, нижегородский район, советский район и автозаводский районный суд. Соответственно, самое большое количество посетителей сейчас где-то в рабочие дни это в среднем 220-250 человек посещается. То есть на сайте есть вся информация. Говорить о том, что если люди более-менее хотят как-то ориентируются, там есть себе образцы искрового поведения, все это можно увидеть. Чтобы прийти, нужно тогда своим навигом, если нет возможности ходить с интернетом или нет умения, то, соответственно, это нужно будет читать. Теоретически это возможно, но практически мы сейчас в стране идем к тому, что у нас и по гражданским делам хотят внести, что все-таки обращение в суд должны либо сами граждане, либо через, соответственно, профессиональных юристов. Потому что, если честно, взять, например, документы, которые подаются в суд, общий юридикц, ведь не в арбитражный суд, там, где профессиональные юристы, то есть, конечно, это не объявляет. То есть, половина случаев иногда бывает таких, что нужно долго понимать вообще то, что хочется в процессе. То есть, все-таки, когда приходит профессиональный юрист, то гораздо легче и быстрее прийти к конечному результату. Ну, и тогда, не знаю, какая-то часть граждан может быть вообще отрезана, а в суде просто не дешево, если я сказала, как... В Америке вообще есть такая дешево, что в суде слишком дорогое, довольно-таки бюджет Америки это не может потянуть, и они там вообще не будут. Поэтому они 90% дел заканчивают сделкой признания вины. А остальные суд присяжных... Ну, это вот вопрос о том, что у нас говорят, что у нас обвинительные уклоны одни, потому что малооправдательных приговоров. Ну и, в принципе, может быть, у нас Дзержинский суд в прошлом году 67% обвинительных приговоров генит без судебного разбирательства. То есть, тогда, когда подсудимый приходит, то говорит, я совсем согласен, мне вот на одну треть только верхнюю планку уберите, снести, получается, и получается, что мы вновь эту планку снижаем. А если есть у него еще там смельчающие обстоятельства, например, распишут, то там от оставшейся, одну-двух-третей, еще на одну треть нужно высчитать. Такая математика сложная, еще там брать, и получается уже совсем все думанное. Получается. Но при этом есть, опять же, преступления, за которые, скажем так, в принципе, не означается на условный срок. У нас, например, все водители в нарушении права дорожного движения в состоянии пельменей, которые совершили преступления, в прошлом году все, прямо, отказали им перешение свободы. То есть, внести, может, сколько угодно, там, в особый порядок, там, пускай и сроки будут, но... А сколько их было приблизительно? Пятая? И три, и четыре, которые со смертями. То же самое тяжкий вред, который это причиняет. И нужно понимать, опять же, о том, что есть такие вещи, которые стоят прописано в законе, и другого ничего не дано. Я, наверное, неделю-две назад открываю Нижегородские новости. На второй странице, такое стихи, всего лишь колония поселения. Открываю, там, пьяный водитель, три труда в советском районе, в Нижегородском районе на Родионово, и, если надо сказать, всего лишь колония поселения. Я читаю дальше, 8 лет лишения свободы, что не всякий раз за убийство дается колонии поселения. То есть, если вы прочитаете статью, то получается, что вот опять непонятно, какой гуманной сутки заголовки имеют, всего лишь колония поселения. То есть, подразумевается не исправительная колония, а колония поселения. Мы, в принципе, понимаем, это как, ну, как, типа, не санаторий, ну, как профилактория какой-то поляр. А там в законе написано, что лицо, впервые совершившее преступление в состоянии неосторожности, а любые это предстояние неосторожности, если оно ранее не отбывало на Казанина, то отбывает наказание в колонии поселения. То есть, в основном, нет выбора, например, для того, чтобы сделать исправительную колонию. Ну, это вторая уже проблема, да, то есть, из зала суда интерпретация того, что мы там видим. Например, это вот, если приостановились, вы посчитаете, вот первое, в прошлом году, в марте, опять же, Нижегородской новости продавали разъяснение, у них там есть такое обнанное контроль, а у них есть такая фишка, это общение и поощрение журналистов, да, правильные, там, гранды они выдают по поводу непосредственно освещения в СМИ и их деятельности. И, соответственно, когда мы вынесли приговор, 30 кг героина, 68 месяцев, однозначное наказание, там тоже была статья, что, типа, считай помилую или что-то в таком духе. А, ну да, считай помилую. При том, что там два человека, никакое безумное количество детей у всех, у этих Курбеков. При том, что наркоконтроль умудрился с окружённой стоянки со спецназами в третье лицо куда-то делался, организатор всего это преступление. То ли делались при задержании, то ли они его выглядели, скажем так, но в двух которых вот пришли, и назначены максимальные доказания, и вот такая тоже интерпретация. Вообще, нет частных на Совете судей, я ещё... У нас, опять же, о степени уровня Держинского городского суда. У нас единственный суд, где у нас три органа судейского сообщества есть в стране. Это экзаменационная комиссия, Совет судей и экзаменационные коллегии судей. У нас суд единственный, из которых дача в двух органах представителей Суда Держинского суда. Я являюсь уже третьей суд, мы сейчас переизбрали Совет судей в Нижегородской области, и вот мы там проводим конкурсы для журналистов на освещение деятельности судов. У нас там проводится общественный такой конкурс, и меня всё время спрашивают, у нас там победители там Родатов, Выкса, Сергач, по-моему, Безумно пишут, и какое-то, по-моему, телевидение, там что-то, Арзамаска, по-моему, у нас есть. У нас есть Арзамаска? Мне кажется, Арзамаска. Ну, типа, последнее, не помню, что-то. Ну, что-то его технику какую-то там что-то получали, у меня сегодня спрашивают, почему из Держинска никто не участвует. Я говорю, ну, с телевидением взаимодействует? Нет, они у нас тоже не участвуют, они не заявляются. Поэтому, скажем так, отсутствует это. Больше никто не пишет. Так что, если будет желание, можете почитать на сайте, у нас опять же всё это расписано. Там каждый год призываем журналистов к объективным и планам освещения судебной деятельности. Мы сошлись над том, что справедливости не существует, а объективность есть. Объективно то, что установлено законом. Поэтому... Ну, а всё-таки, вот, возвращаясь в доступность к суду, я просто не знаю, услуги адвоката сейчас дорогие или нет, на самом деле? Ну, если честно, мы задумываемся. Мы платим, выносим постановление судьи при рассмотрении уголовных дел. Один судит день адвокату по назначению 550 рублей. Ну, правда, у них этот день обычно длится 30, но в деле по особому порядку для судебного набирается. Обычно они присутствуют где-то 30-40 минут, после чего уходят, и налогоплательщикам это обходится 550 рублей. Ну, а реально, можно сложить ситуацию, если не брать уголовные дела гражданские, что будет какая-то категория людей, которые просто не будут финансовые возможности обращаться? Есть категория, в этом мы должны, если мы сами государство строим, что не должно быть тех людей, которые имеют право на судебную защиту. То есть, называется, есть закон Межгородской области, в частности, о показании бесплатной юридической помощи. Там, опять же, есть категория малоимущих, инвалидов, там несколько категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридической помощь. Вопрос, насколько она качественна, может быть, и соответствует запросам, здесь, скажем так, это второй вопрос, насколько ожидание. В крайнем случае подразумевается, что тоже и по гражданских делам помощь в составлении искового заявления, то есть те же граждане, которые не могут сами написать в составе, что они могут получить. Выходят у нас различные общественные организации по защите прав потребителей по сумме, то есть это одна из категорий, это защита прав потребителей. Потому что у нас, опять же, в прошлом году изменился закон, и те штрафы, которые ранее шли в кодекс изысканной суммы доход государства, и половина из них шла в области общественной формы, сейчас вся половина этих организаций, изысканных денежных средств идет непосредственно гражданином, пользу гражданину изыскается. Последнее решение, которое пришло у нас из области, вчера мы его размещали на сайте, когда девушке предложили купить ее путевку, она решила на пешке поиграть, ей неделю повещали, что она заплатит, а вторую неделю, что идет в подарок. Она почему-то поверила, а потом ей сказали, вот она заплатила 38-950, ей сказали, хорошо, мы тебе отдадим, а на следующий день она пришла решила, но сказали, вместо 38-950, 27-260. Порвали ей куртку, она пришла в суд, и в результате мы взыскали все 38, то, что она драла, и у нее стоит то, что не вовремя 8 тысяч рублей, плюс моральный вред 5 тысяч, всего, соответственно, 51 тысяча, плюс судебные расходы 6 тысяч, плюс доверенность, потому что оформлялась в 720 тысяч, и еще половина штрафа в пользу, в 25-975 она получила. В итоге она судилась за фактически анталан 38, получила после суда 77. А еще такой нюанс, если человек выигрывает суд, ему та-то сторона проигравшая в суде адвокат оплачивает, да? Да, судебные расходы взыскываются по решению суда, она не оплачивает, здесь разные. Здесь что, у нас единственное, что все это красиво, когда в суде, а вот когда вы выходите из суда, здесь вот возникает сказка со знаком милости, решение это у вас есть красивое, а исполняемость решения праведительного порядка и службы судебных приставов 15% по стране. То есть лет 15-25, вот я на свете, когда Путин слушал в 2008 году, нам почему-то все время говорят, что это наши проблемы и судебные власти. Мы, правда, не очень понимаем, почему президент возглавляет исполнительную власть, она является гарантом, да? То есть он формирует правительство и исполнительную власть. Вообще-то Федеральная служба судебных приставов это подразделение Министерства юстиции. То есть это к исполнительной власти отправится, почему бы нам все время, хотят, чтобы мы за них отвечали. Вот вторая проблема для этого, то, что они плохо исполнялись. Но здесь проще, здесь юридическое лицо, то есть, как правило, все-таки это не всегда рогаик какой-то, то есть какие-то денежные средства на счетах все равно бывают, и юридический лиц гораздо проще, так сказать. Ну, уже совсем нет проблем, то нас часто судятся с турфирмами, ну, с фирмами, которые реально, скажем так, существуют интенсивно. Там все эти первые вопросы, там, Пегас, ИТС, Пору, Пору, то есть и тому подобное. То есть, скажем так, проблемы периодически у них тоже возникают, поэтому с ними гораздо проще. Поэтому все юристы, они говорят, когда начало всех этих сезонов, ну, лучше не какая-то ООО «Альфа», туристическая компания, да, а вот здесь какие-то большие, ну, что уж туда идти, у них хотя бы есть, что взять, точно. Не, ну, все равно, если мы с вами считаем, не надо 15% исполнять решение суда, это значит, что судебная система не работает в стране. В чем судебная система? У нас есть и сохранодательный, и исполнительный, и судебная система. В чем судебная система? Мы-то вынесли с вами. Вот исполнительная власть у нас вот не работает. Ну, тем не менее, по вине исполнительной власти не работает судебная система. То есть решение не стоит... Наше дело рассмотреть в сроки, качественно, и чтобы решение уступило в законные силы. Почему-то нам все время говорят, что мы должны надзирать за теми, кто вообще никакого отношения не имеет, и меры чего общения со старшим судебным приставом, которые периодически, самое главное, сначала их снимают с должности, с треском, а потом этого же человека опять же на эту же должность назначают, по конкурсу, самое главное. Как-то в глаза посмотреть вот тем лицам, которые в этой конкурсной комиссии участвуют. А еще два года проходят, его опять с треском убирают. И говорят заново нету, этого нету. И сейчас опять вот... Говорят о том, что мы виноваты в том, что плохо исполняется решение судов. Нет, про вас никто не говорит. Нет-нет-нет, это нам постоянно говорят. Все время говорят. Результаты не достигнут. Гражданин, это вы общаетесь со мной, я вот вам пытаюсь что-то сказать, и вы понимаете, ну да, это вроде как за больной, довольно здоровый перекладывал. А гражданам реально, естественно, мы понимаем, что от того, что они получили решение с печатями, с нашими красивыми подписями. Там он подшит белыми линками и все. Ну, им-то от этого не легче. Вот бабушка стояла вот вчера, которая сказала, не деньги отдайте вот эти вот там шестерен подсудимым. Она отдала последнюю у нее в обман. И вот то, что мы в приговоре напишем, что они там места лишения свободы поедут и тому подобное. И от этого вообще никак вот, к сожалению, не лучше. Поэтому мы стараемся вот хотя бы то, что у нас имеет возможность сдавать им перерывы с тем, чтобы человек реально прочувствовал, потому что не возмещу потерпевшим, срок будет больше. Ну, в местах лишения свободы они там сейчас чем занимаются? Они раньше, чем вот работают, деньги, которые присылают? Неченько. Телефону звонят, рассказывают, вот, звонят и говорят о том, что папа нам, вот у меня, я попал в аварию, вот эти, начнил звонить, да, потому что, наверное, все из мест лишения свободы. То есть, получается, мы их задержим еще. Конечно. И они нисколько не отрабатывают вот это свое содержание. Если раньше они были каким-то общественным проектом занимались? Сейчас общественные проекты нет. Самые главные, сейчас очень большие дискуссии, вот, ругают чужие держательского суда, говорят, что мы совсем извлек. Вот я привел на примеры назначения наказания. Мы еще условно-досрочных, 28 процентов из наших девятой колонии, хотя в области этот процент 54 процента. Мы еще пытаемся найти социальную справедливость так, чтобы они возмещали ущербы потерпевшим, чтобы они правильно себя являли. Но и говорят о том, что, опять же, твоя пропозиция, можно ли связывать с возмещением ущерба потерпевшим. А для чего тогда вообще всех нужно-то? Ну, у нас вот, если вот, там, год назад большая дискуссия, хотели внести изменения в закон с тем, чтобы при рассмотрении даже судья формально спрашивал мнение потерпевшего. То есть вот, вот, сидит там какой-то колонии, чтобы суд из Камчатки позвонил, прислал сюда смс-ку потерпевшему, что такого-то числа там идет в каком-то суде будет условно-досрочное освобождение. Для такого ты согласен ты или не согласен. Существует, что потерпевшему послал телеграмму, или там как-то проявиться, что согласен или не согласен, и обязательно судья не может рассмотреть. Ну, пока вот эти вот такие очень новаторские рассмотрения, оно ушло, но судя эти жести, они пока придерживаются с точки зрения, что, скажем так, нужно, ну, и так назначить доказание, исходя из там объема, там, хоть возместив ущерб, или хоть что-нибудь. Ну, некоторые, опять же, говорят формально, на руках размещая, говорят, уже можно писать, что частично ущерб возмещен. А насколько частично это невозможно? Поэтому у нас много таких анекдотичных ситуаций. Вспоминая новаторствия, он с местом лет очень активно применил систему домашнего ареста. Вот хотя бы... Даже сейчас есть. Ну, вот как это будет, собственно говоря? Ну, последний у нас вот... Последний у нас вот... Последний у нас вот... Директор Респоза у нас ушел под домашний арест, если его хотели заключить под стражу, чтобы в заме суда, соответственно, ему было задержано, но хотели заключить под стражу, соответственно, содержание СИЗО, то судья избивал меропрещение в виде домашнего ареста. Это вот пока. На прошлой неделе. Это вот пока. Потом же ему вопрос... Будут все равно решения здесь? Видимо, на время рассмотрения дела? Нет. Домашний арест – это мера пресчения. Он избирается до рассмотрения дела по существу. Ну, да. А в последующей мере человеку назначается мера наказания, может быть, в том числе и лишение свободы, либо он реально не исполняет в местах лишения свободы, либо условия. То есть дома он уже перестает себя. Ну, вот да. То есть такого нет? Вот полностью обещают, что он будет какие-то браслеты подросткам делать? Нет. Браслеты-то есть. Браслеты есть, сколько я знаю. Но это вот как раз их одевает до момента нанесения приговора. Это гуманизм к тому, чтобы люди не сидели в СИЗО до суда. А с тем, что... Ну, вот Василия, она же сидит при оборонных спорте. В 13-й комнате. Да. В нас с браслетом. Она как раз... Чтоб не заводились в 13-й комнате. Да. Чтоб всегда была возможность отследить, где она находится. То есть они есть, эти браслеты. То есть они существуют. Но они вот за женские. А почему? Вот есть дела. А где они? Мы тоже смотрим. Меня иногда спрашивают. А вот эти дела-то они где? Я тоже пытаюсь узнать, где есть дела, которые там... Аэлит, автовокзалы и тому подобное. То есть у нас есть, например, единственное, кого до нас довели, к нам привели фунта после шунтирования реально инвалидной первой группы, которая сейчас идет под обвиняемым по делу по автовокзалу. Мы тоже привели арестовывать, но мы даже домашний арест побоялись брать. Потому что, слава богу, Магнитскому и после Трифоновой, что-то не очень надо так судей пропислились. Я его потом спросил, что я забрал, подставил что-то. У меня такое впечатление, что он мог умереть уже, пока только не началось судебное заседание. При том, что он реально... Вот буквально его только после шунтирования забрали, там какой-то вот... Соответственно, реально подставной инвестиционный. Остальные дела нету. То есть до суда эти дела так и не нашли? У нас массы тоже будут. Поэтому, когда они спрашивают кого-то, мы тоже посмотрели, были бы на них. Если были бы, я не думаю, что они сильно отличались назначены на наказание от того вектора, который есть по всем прививкам. Суть, по всему раз, полиция не предаёт, если такие дела вообще существуют в природе, то, значит, либо не доказательная база, либо тут проблемы чумази-чумази? Не могу сказать. Сколько я знаю, их вообще в ГСУ последовательно приходит нижний повод. То есть это даже не у нас они расследуются, нижний повод. А всё-таки, если возвращаться к домашнему аресту, у нас просто отношения как часто эти меры используются? Вот. А арест реального или там как-то шпаку сказать? Не очень часто. А почему? Не очень часто, потому что, как таковая, уходят либо только по привычке следствия, либо, соответственно, под стражу запустить содержание всегда, либо зачем в суд ходить лучше. Если он не опасный, тогда мы сами можем подпись на него идти дальше. То есть это зависит от того, что просит? Это как видит следователь. Это зависит от следователя, только следователь не решает. То есть, соответственно, если у него есть доказательства моей виновности, он видит, что перед ним лицо неоднократно судимое. Ну, скажем так, при всем при том перспективе судебного рассмотрения, соответственно, нужно предполагать. Соответственно, его изначально нужно изолировать от общества. То есть, вот прецедент, который был в Богородске, когда у нас потенциальный убийство уже, который там вот этот прогремешивший взял в спорткомплексе Хабарской, когда вот это было, по-моему, кардохирургом. В итоге его убили, то есть, когда судья избрала домашний арест, меропрещение. Вот, сколько я знаю, 18-го члена найдет за дисциплинарное наказание будет решаться вопрос о том, надо ли дальше работать судьей. Ну, это жестко вопрос стоит. Три месяца она там поработала, сказали, что можно идти и хватит. Я не понимаю, что такое? Что-то настолько опасен для общества, что… Ну, мы же читали, как у нас СМИ преподали и тому подобное. Оказалось, что это… Ну, после этого счета отменили, его заключили по стражу. Сейчас продлили свое содержание по стражу. Сказали, что нужно было увидеть, что это человек потенциального убийства, он мог скрыться. То есть, судья не правильно будет совершенно. То есть, все-таки СМИ на вас влияет? СМИ? СМИ уже решает. Но ведь суд это уже не должен так, а то общественное мнение, которое непонятно, кем он возбуждается, зависит. Ну, вообще, не мы зависим. Это зависит на наказание, которое может быть. Я не могу никаким образом инициировать приказание судей городского суда. Может инициировать только председатель областного суда. То есть, только у него прономочия есть по возбуждению ходатайства. Либо сами органы судейского сообщества пожалованы, которые приступают к ним. То есть, председателю судов это не зависит, правильно в основе. Но в данном случае он посчитал, что судья неправильно разобралась в девять и, соответственно, придумали с ним. Достаточно интересно будет в сроках непонятно. Уложились в сроки, не уложились, двоились в три мнения, а тут как-то сразу. У них тоже могут представиться мнением. Вот они двое, а мнение три может быть взошло на его наказание. Может быть, да. Поэтому десять месяцев человек назначался с тем, чтобы потом три месяца проглотать. Ну, посмотрим его решение. Вы, я смотрю, подготовили какую-то статистику. Нет, это то, что я вам сказал. Да, я просто... У нас вообще снижение. То есть, нужно сказать, что мы впервые не рассмотрели в отношении тысячи лиц дела на двенадцатый год. То есть, осужденных меньше тысячи. До этого все время было больше тысячи. То есть, полиция в их количество все время уменьшается. То есть, оно уменьшается... Такое вот... У нас к реальному решению свободы было десятое было триста восемьдесят три лица. Одиннадцатый — триста шестьдесят восемь. А в прошлом уже двести восемьдесят четыре. Вы смотрите, опять двояка можно посмотреть. С одной стороны, в полициях уже работает она, присутствие в Киеве? Почему нет? Ну, почему нет? У нас, во-первых, там на сорок процентов меньше регистрируется поспение. Уж не знаю, это на самом деле так или не регистрируют. Я погружаю в том, что, скажем так, зная Владимира Валерьевича, что там очень накладно для кого-то не регистрируют то, что нужно регистрировать. Я, скажем так, знаю, что потенциал-то в плане раскрытия более чем привечен. Говорять о том, что они там что-то не регистрируют сейчас, можно, опять же, гораздо большие проблемы и для себя, и для всего коллектива получить, нежели там зарегистрируют, потом раскрыть. Тем более, нужно понимать, что у нас, наверное, 4 пятых совершаемых преступлений это кражи в рубеже разбора, при том, что вы из этого массы. Опять же, наверное, 4 пятых – это кражи. То есть у нас, когда я был в январе на проведении турбов в ОВД, посмотрели статистику, у нас там 10 лет назад совершалось 420 краж, потому что сейчас, в прошлом году, по-моему, что-то в семидесяти краж, то есть там какие-то цифры вообще безумные, там снижение реально в 6-7 раз, при том, что у меня… – Замы, наверное, по-моему, у вас? – Да, по наркотикам у нас по-моему. То есть у нас количество вынесенных приговоров гораздо больше, и выявлены, допустим, у нас ДТП и наркотики. Наркотики в самый большой раз, ну, не просто так уже, не знаю, что делать, правилохранители, что вот эти все судебники организуют, хоть как-то. Хотя с ними борются у нас УФСРН, борются УФСБ, борются милиция, полиция. – Слишком много у семьянников. – Ну, они вроде бы как у каждого свое, то есть у одних там межсубъектные преступления, у других там межгосударственные, третий уже по меньшему времени просто в городе. – Вот здесь неживность, неживность, неживность. То есть с 68 и 79 делка находит, по-моему. И сейчас я, да, 12, и сейчас я тогда у них еще больше. – Ну, сейчас благодаря месячнику у вас будет? – Ну, не только месячнику, уехал до месячника, если честно. – А где удаешь? Что у вас ничего не слышно? – Прилично идет. – А сейчас кажутся, что машина останавливается, и находит по 300 граммах. – Ну, это вопрос в том, что тут мотночься, потому что, да. – То есть тут-то работают, а они и так работают. – Вдруг сразу начали уловить. – Каждый гражданин найдет, он наркоман. Вас остановили? – Нет, нет. – Вы как, с вашей точки зрения, вам кажется, это лучше стало в полиции работать, или просто реально растет количество наркоманов? – Ну, их реально больше. – Больше? – Наверное, больше, потому что, самое главное, те цепочки, которые есть, и вы там сейчас придумали еще такое, если раньше брали человека с наркотическими средствами, если задерживали, то сотрудники милиции, соответственно, они как выявляли преступление, что у человека там незаконное хранение приседе наркотических средств. Соответственно, дело направлено в суд, на этом ставилась точка. Сейчас они реально обязаны установить, откуда у этого человека наркотики появились, и, соответственно, скажем так, пытаться раскрыть преступление в отношении того, кто эти наркотики забыл. вот эта цепочка начинает раскручиваться. Поскольку уж там удачно, насколько количество выявленных наркоманов до количества избытчиков, тем не менее у нас появляются люди, у нас есть люди эсплантированные, подсудимыми становятся, они есть из других мест, которые вот таким вот образом разматывают вот эту цепочку, которые появились здесь. на самом деле. А вот вопрос такой, вы сейчас уплюнули женщину, судью, которой наказали за домашний арест, а потом... Ну, еще пока не наказали. Ну, грозили. Ну, а были ли примеры, когда, наоборот, грозились наказать за то, что, например, взяли под реальный арест, хотя они могли бы и другие? Ну, вот это и есть терпимительный уклон. То есть, судьи боятся просто наносить мягкие приговоры. Ну, вопрос не в том, что мягкие или не мягкие. То есть, приговоры никто и не может. То есть, вопрос в другом. Есть понятие вышестоящей судебной инстанции, которая базируется уже на сложившихся правилах. То есть, если человек совершает непосредственно состояние наркотического опьянения, ну, на тот момент, потерпевший там, по тому моменту был жив, покушается на убийство, расстреливая там с двух-трех метров. При этом, по предварительным данным по объяснению лиц, которые делали операцию, шансов вышло ни было никаких. То есть, речь была о том, что потенциально там сегодня-завтра дело из покушения на убийстве будет убийца. Но, надо говорить о том, что, вообще-то, у нас убийцы даже до суда на свободу, тем более, убийцы, которые совершают преступление в состоянии наркотического опьянения, имеющие загранпаспорт и открытую визу шельденскую, и недвижимые имущества в пределах государства шельденской зоны. То есть, вот вопрос. То есть, совокупность того, что он не успел скрыться, уж, не знаю, там, или его глупости, он не захотел, или поверил, что, не знаю, там, есть какая-то версия, что там тоже приходит золотая молодежь, по принципу того, что там папа и мама, что там, якобы, кто-то все там обещали, что все будет по-другому. Человек мог реально скрыться, и после этого мы должны были упорно Российской Федерации за ним бегать и пытаться его включить обратно. Поэтому, если вносить решения, основанные на законе, и на то, что есть, то я думаю, что кто-то боится их вносить за решения, еще раз говорю, вынесли непопулярные решения, оно бы здесь не бывает того, что это призывало заниматься. Еще у меня вот такой вопрос возник. Вы сказали, что вот за то время, пока вы работаете председателем, сильно сократилось количество отъемных решений. Но ведь это ведь с какой стороны посмотреть, хорошо это или плохо. Но это тоже решает судьу какую-то самостоятельность? Почему? Судья более просто, чуть-чуть поменялось поколение судей. У нас фактически сейчас осталось только двое судей, которые заставили времена ММА, и хоппи-румин и тому подобное. То есть те, кто работали в то время, их почти не осталось. То есть люди с другими подходами, нельзя говорить кто-то лучше, кто-то хуже. Вы понимаете, изначально у человека есть установка. Когда ты работаешь, у тебя просто штурмом берут граждан или кабинет, каждый граждан сдать после МММов и тому подобное. И когда у тебя отменяется, ты пишешь одно решение по диагонали на коленке, потому что других условий не было никаких принципов, ты привыкаешь работать в тех условиях. Соответственно, когда говорят, у тебя в каждом десятом случае брак, все же так работают, все привыкают работать, то ничего страшного. Не почитать законы, себя не заставить вместо литературы почитать изменения, когда депутаты не штампуют нам. то, соответственно, говорить о том, что это плохо, просто люди с другими подходами изначально сейчас приходят. Сейчас изначально в голове, я пытаюсь видеть, что отмена того, что ты вынес от него в государство, это уже твой брак. Благо сейчас люди, понимаете, те, кто остался, работают, тоже это твой брак. Это так и определяется, как брак? У меня на решение судей это банклос так называется? Или это реально брак? У нас есть такой показатель, который у нас определяет лучшего, лучшего судей, судей, в области, то есть есть такое брак, количество, то есть от жалобных решений 1% от числа в области, здесь так пишет изменено, 28% от числа осужденных и обработанных. То есть 3-6, то есть 3-9, но мы работаем лучше среднеобластным показателем. Соответственно, мы такие перемещатели. А у кого-то этот показатель хуже, ну а как же это не брак? То есть если, понимаете, вот этот пример опять же, в этом и есть, мастерство судей вот этого понятного, то есть оценить шансы того, что как оно будет, то есть какая практика сложилась. Опять же судебная практика того же в правильном сударе по стране идет, которая одна, скажем так, определяет, идет в то, что будет вынесено здесь сегодня в рассмотрении этого дела. Да, с одной стороны, это должно как-то оцениться, но с другой стороны, если у двух юристов три мнения, как определить, где брак, где не брак? А мне кажется, что это тоже идет у строительства какой-то вертикаль, только уже на судебном уровне. У вас везде круглая вертикаль получается. А это плохо? Я не знаю. Ну, если говорить о том, что давайте выносить вообще не поймем ничего, а завтра выгляди ко мне скажут, что здесь вообще не тот закон должен применяться и в общении. То есть, вы понимаете, то есть глобальных отрицательных последствий в пределах вот этих плюс-минус то, что есть, ошибки, никто никаких вопросов и кому и судьи не задают. Вопрос в другом, просто из мелких цифр все время складывается статистика, когда у всех отменяется по два, по три решения, то есть, в сложной практике, а у кого-то 10-15, ты начинаешь эмиграции, и в итоге получаешь, что здесь мы забыли закон почитать, здесь мы не в ту статью посмотрели, старые редакции, здесь еще что-то. Это объективные ошибки, за которые судьи должны отвечать, а мы за них отвечаем. Ну, то есть, есть вот, скажем так, где можно толковать так и всяко, а есть просто судья не оследил, скажем так, какие-то законодательные новшества. Вот это конкретно, да? То есть, судейское усмотрение никто, скажем так, не отменяет, то есть, дать богу, я вам про дело судья уже сказал, вот то, что Верховная судья написала, вот, календарный год, у меня теперь какой лист, вот этот вопрос, календарный год весили или не весили, 11 месяцев тоже нельзя говорить о том, что... Вот такие моменты, хотят бы просто, чтобы их было меньше, но, к сожалению, мы от них тоже не ведем о том, где и как. То есть, есть, например, такие спорные моменты, сейчас банки возникают по поводу открытия счетов. То есть, например, практика, которая была однозначна, что за получение кредита людей заставляют открывать там судный счет, соответственно, потом оплачивали его обслуживание, то, что Конституционный суд сказал, что это неправильно и такого быть не может, ну, сейчас банки по-другому, у них называют счета по-другому, какие-то там другие условия, то есть, понятное дело, нет у всех такой единой цели, чтобы всем было хорошо. То есть, банки работают первочно на то, чтобы зарабатывать, и, соответственно, появляются мелким шрифтом и тому подобное. Есть новые вещи, от которых нет практики однозначно. То есть, никто на эти моменты не обращает. Но хотелось бы, чтобы мастерство тех судей, которые есть, чтобы они это все-таки видели и предполагали делать соотношение справедливости, законности и тому подобное, где вот эта граница. Ну, а все-таки, вот предположим, дежуринские судья у нас какое-то решение, областной с ним соглашается, а федеральный отменяет? Вообще федеральный. Ну, смысл я имею в Верховный, да? Он допустил брак или нет? Вот здесь как? Или брак допустил и областной, городской? Как вот считать? Ну, само собой. В Межгородской области немного что отменяет Верховный суд. Постановление Президиума, как я сказал, впервые за три года, это последнее отменено. То есть, само собой сейчас весь Президиум, равно как судья Овчинникова, нашему суда, может поставить себе правое дело вынесенное по нему. А судебный состав, который рассматривал в порядке апелляции, про чьи решения в Верховном суде сказал, что это правильное решение, может себе поставить галочку со слабым блюдом. Ещё вот такой вопрос у меня возник. Вы говорите, что жизнь в суд, он такой вот строгий получается, да? Я вообще-то за, за то, что посажали водителей, которые там пьяные садятся за руку реально. Но возникает здесь вот такой вот вопрос. Ведь судьи, они все, как бы, не знаю, они как-то поставят, ну, независимы, да? Они перед кем в большом счёт не отчитываются. Как может быть такое, что целый суд, стройки судей собрался? Всё равно же судьи разные. В футболе бывает такой точечный, селекция называется. Примерно так же стараешься смотреть, где, откуда приходят. Но хотя в настоящий момент уже у нас нет возможности, у нас сейчас в основном могут прижигаться. То есть, например, у нас в Дзержинске нет ни одного человека, задавшего экзамены на суды. Ни на мирового, ни на федерального. То есть, например, у вас сейчас есть вакансии. Я точно знаю, что даже теоретически никто из жителей Дзержинска не может претендовать на это. Это будет либо из нижнего Новгорода, либо из какого-либо другого города человека. А что это дискриминация такая? Почему она, наоборот, открыт? Можно с любой точки. Ну, то есть, наши дзержинцы могут куда-то в другую месту строить? А у нас нет таких городов, кто бы сдал экзамены. Ну, с таких городов? Нет, просто не так много желающих, если честно. А, желающих или нет? Это такая большая версия, что желающих не так много. У нас до сих пор есть вакансии, а областной суд, не может, набрав апелляцию, до сих пор не могут закрыть вакансии. Мы по нескольку раз объявляем вакансии с тем, чтобы люди туда ушли, пошли работать. Надо работать, никто туда не хочет. Равно как и в районных судах. Равно, самое главное, в аппарат суда, где комплект по 25-30% в интернете объявление, что является конкурсом и секретаря судебного седания, и секретаря судебного седания, только дату проведения конкурса в Межгородском районе судей в декабре месяц. Они меняют дату. Они говорят, у нас восемь, и они не слетят конкурс сейчас по секретарям судебного седания из 25 лет, и ни одного желающего нет вообще. А чтобы конкурс стараться, надо другого контента. А у Вас есть какое-то объяснение? Потому что есть мнение, что в судах очень большие зарплаты. Сколько раз Путин принимал? У нас уже доходят определенные письма президенту, и я вам просто могу сказать, в Межгородском районном суде, просто большая нагрузка очень, вот у них в течение года состав секретарей судебного седания меняется 100%. То есть просто люди больше года не работают в принципе. обычно на 2-3 месяца. После этого они говорят о том, что в этом турбоме работать нельзя, и в непополучном ходе. Потому что считают, что заплата в районе 11-12 тысяч, он по разуздать, что она не слишком пряниженая, при наличии высшего юридического образования, потому что надо еще и другое отделение, чтобы это послеплачевское и так далее. – То есть требуем не только зарплаты в такси, да? А судебный скрыт сколько получают? – Вы можете сайт открыть, посмотреть, а уже в зависимости от классов, я не знаю, много у нас таких, но мы уже 3 года обязаны все свои доходы и все свое имущество замещать в открытом доступе. То есть, соответственно, без вычета по доходным налогам можно, кому интересно, все это получить на сайте. Все имущество и все денежные содержания. – Еще вот у меня вопрос по суду, когда судились с больницами с 8-й и 13-й, да? Вот здесь написано, решение суда не вступило законную силу. Вот что значит? То есть оно где-то там обжалуется? – Обжалуется, естественно, не знаю, вступило или нет. По-моему, не видел, что оно возвращалось, потому что в среднем 3 месяца будет иногда больше, с момента вынесения до рассмотрения операции. Потому что строки обжалованы сейчас увеличены, естественно, ответственны, в сравнении с тем, что раньше было чуть больше. – А вот тоже не совсем однозначное дело. Врачи, когда говорят, с одной стороны, вот все эти деньги, они с кого будут цена? – Они сплетятся в полицию. – Они сплетятся в полицию. – А почему? – Есть возможность с самих врачей взыскать река? – Да, если уже сами учреждения считают, что там не вышли, еще что-то. – Просто там тоже такие неоднозначные ситуации, тяжелые достаточно в этих больницах сами. Ну, все, наверное, знают, как сейчас у нас работают. Государственные заведения, вот… – Я могу сказать, что здесь вообще в деле правосудия, все непросто. То есть и здесь нужно взыскать, да, и с врачей. Я думаю, что мать меня с там братья, кстати, тоже, по-моему, обжалована, говоря о том, что мало взыскали. – А еще можно у Вас два слова? А вот здесь идет, значит, гораздо высокий угол дел в отношении государственного распределения к нам, обвиняемого в разгадных действиях, и ничего не написано. Это что там случилось-то? – Мы не можем их размещать с точки зрения потерпевших. – А, и это несовершенненно, да? И много там просто словов? – Честно. – Честно. – Вот это да. – Ну, мы никак там не начнем рассматривать, у нас переводчик, то есть москвич, он сломал вот эту ногу, где там что-то было, у нас сейчас проблемы в Великобритании. – На нашем рейке никто не понимает, кто это не там. – Так а с обращением-то нашу или тоже? – Нашу. – Нашу. – Нашу. – Мальчик? – Мальчик? – Мальчик, да. – Какая-то да, мальчик. – Какая-то да, прям наша. – Еще я хотела утащить. Получается, что жесткие приговоры, например, в отношении того же заправщика, то есть они как бы не далеко, ну скажем так, не принимают никого, да? То есть с одной стороны, это правильно, я вот считаю, что должны наказываться такие, а с другой стороны, получается, никто это смотрит. Ну, может быть, про замассивный локток. Я помню, у нас в женское телевидение, там настолько был большой ажиотаж, я даже помню, на сайте у вас, по-моему, было «Считайте вы его справедливыми», там какое-то голосование было. Потом я помню, кто-то был из технадзора, и Ялин Андреевич Александрович, бывший Владарский прокурор, он как раз в Следственном комитете был каким-то руководителем начальника управления, что-то доказывал, что это действительно привлечено к той лицу, которая не могла привлекать. Благодаря тому, что у «Тагама» такое было бурное обсуждение эту проблему, ну, дай Бог, если наши сегодняшние все фирмы, которые натяжные потолки делают, чтобы они заправляют там, где они должны их заправлять. Но если вообще пока то, что не взрывается, будем надеяться на то, что эту передачу будет смотреть. То есть если вы сюда больше, у вас пока подобных слов не будет держать? Потому что я не думаю, что у нас эффект от зажимского телевидения, что он так маленький, в счетом того, что другого места у нас еще нет, и поэтому говорит о том, что маленькие аудитории тоже нельзя. «Террористов нашли?» «Да, скоро будут на тело просмотры». «Нашли, сидит на девятой колонии, решил отомстить, не дал он ему сигарет, тот, от чего именно он написал письмо, какой-то был один человек, а он второй, у него попросил сигарету, он ему отказал, у них между собой конфликт, а так как там все другого не знают, кто за кого сидит там, как они сталкиваются, его имя, соответственно, мне присылал эту информацию. Мы скоро восстановили, как нам такие вот эти выбегания и тому подобное, еще с учетом того, что у нас же, как всегда, сначала кто-то попытался сказать, что это вроде как тренировочное чего-то, а вот это, это совсем не тренировочное, у них возбуждено уголовное дело, мне пришлось здесь показания давать себе, а потом еще по своей, пришлось в судебный департамент все это в известности ставить, поэтому мы, как я так говорю, широко осветим отдельно вот этот сюжет, нам такие, да, это не нашла подсудность, таксист, это огромная властная подсудность. Еще вот так последний вопрос, спрашивайте, а на Вас как-то влияет вот эти скандалы с марганами? То есть Вы с оглядкой на все это не носите уже какие-то решения? Нет? Неприятно. Ну, там же реально, одно дело, объективное, скажем так, освещение в СМИ, и если критика, то критика конструктивная, да, то есть, например, вот у нас последний ребенок, который это, как она, лотком там, который девушка, который застрелил тяжкий бред причины двоим, в метро там, группы парни там, что они там вежут с собой, но у меня почитать, ну, бред, самое неправильное дело. Девушка нарушила все, что только может, нельзя, не назначили наказание, там, тяжкий бред, а причинили. У нас вообще почти всем, то есть, наказание идет реальное решение свободы. Читаю. По этой статье суд вообще не назначает лишение свободы, с чего нельзя. У нас, мы, у меня ничего вообще личного, я специализируюсь на преступлениях против личности, вообще всех забираем по страже, даже муж и жена, понимаете, это специальное убийство, ну, у нас травматика, где женские главы, от этого меньше, там нету. У нас, он взял нож, ударил в левую половину ноги, но это не твое счастье, что он живой, и остался то, что он здесь сидит, это то, что ему повезло, что вовремя довезли до врачей на скорую помощь. Вот и все. Скорая быстро приехала, привезли в СМП, врач оказался в нормальном состоянии, не занятый, выставили операционный стол, зашили, спасли все. Ну, это же твоя заслуга. Какие условия? Вот они, ну, почитаю, что есть, про этой статье у меня назначает. Им ничего страшного, она защищала. Кого защищала? Мужки между собой дерутся, девушке нужно там, в упор стрелять с травматикой, тяжкий вред после этого скрыть. Ну, ты вообще нарушил все, что можешь. То есть, вот такие, скажем так, вот эти, когда читаешь, ну, видимо, в абсолютном большинстве у нас нужно жареное, что-то такое. Ну, а потом, мы же все время говорим одно. Найдите мне кого-нибудь тот, кто остался в годами суду, где об этом сказали, о том, что, ну, как все здорово, так, классно делать. Ну, мы штатик не слышим, человек, и приходит сюда, 90% уходит удовлетворенно, на какую пользу принимается решение. Они для этого сюда и пришли, мы что-то не будем говорить. Здрасте, а давайте мы вас снимем, или там что-нибудь, дай-то запиариться, что, ну, мы приучили здесь. А что, человек-то сюда и шел, зайдет? Он же не с счастьем сюда идет. С хорошим приемом никто не приходит. Нас то обманут, то крадут, то убьют кому-то, то, скажем так, по защите прав потребителей, что-нибудь так. Ну, как бы. Ну, все, последний вопрос. Если завтра у вас держился на судебу, что-нибудь будет аналогично вот этому основу, вы все-таки не будете смотреть на то, какой был резонанс, вы будете принимать решение, только исходя... У меня главное, чтобы оно было справедливее, чтобы я спал спокойно и понимал, что я здесь правильное решение по закону, и человек получил то, что он доступен. Для меня это гораздо больше всего. В интернете можно сегодня одно и написать завтра. Спасибо вам, что вы пришли.